В азербайджанском городе Барда семьи и друзья простились солдатами, погибшими в недавних боях с армянскими войсками. Баку не уточнил, сколько именно военных погибло. Но известно точно, что с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе жертвами стали десятки мирных жителей с обеих сторон. В четверг Азербайджан обвинил армянские войска в обстреле ряда населённых пунктов. Накануне президент России Владимир Путин призвал стороны сесть за стол переговоров. Армения и Азербайджан подтвердили участие своих министров иностранных дел в консультациях в Москве в пятницу. Также стало известно, что одновременно в Москве продолжатся начавшиеся в Женеве переговоры по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе в рамках минской группы ОБСЕ. В четверг армянская сторона обвинила Баку в обстреле собора Святого Христа Всеспасителя в Шуши в Нагорном Карабахе. В результате ранения получили два российских военных корреспондента Юрий Котинок и Ливон Арзанов. Обоих для дальнейшего лечения должны доставить в Армению. Ереван назвал нападение на религиозную святыню со стороны Баку военным преступлением. Минобороны Азербайджана отвергает обвинение, заявляя, что его армия не нападает на исторические или религиозные памятники.